Эта прогулка закончилась толком и не начавшись. Мужчина провалился под лед, но вовремя подоспели спасатели. Это показательный учебный фрагмент годами отработанного сценария. В ролях профессиональные спасатели. Но в реальной жизни, говорят во свод, такие истории случаются часто. В 2018 в области лед унес жизни 64 человек. В особой группе риска остаются дети, подростки и люди, находящиеся в нетрезвом состоянии. 70% от всех несчастных случаев происходит по причине алкогольного опьянения. Самое опасное – это ближе к берегу, как мы видели, там, где заросли камыша. Потому что, нам кажется, лед так уже толстый, на самом деле он очень хрупкий. И человек попадает туда, особенно если это происходит в темное время суток, либо поблизости нет никого, кто мог бы оказать помощь, либо оповестить необходимые органы. Но это может закончиться очень плохо. Горячие дни у спасателей только начинаются. До любителей проверить лед на прочность водолазы пытаются достучаться ежегодно. Но, судя по почти не меняющимся цифрам трагической статистики, все усилия тщетны. Но все-таки в этом году удалось сохранить жизнь 36 человек. Акция «Безопасный лед», инициированная сотрудниками АСВОД и активистами БРСМ, проходит на протяжении трех лет. Ее цель – напомнить об опасности пребывания на льду. Также мы привлекаем сотрудников МЧС к данной акции. На сегодня дан старт. Мы эту акцию будем проводить до конца зимнего периода. Более расширена акция у нас будет проходить, когда уже образуется лед, когда будут более активные рыбаки выходить именно на территорию льда. Если вы выходят на лед, то необходимо иметь себе, ну, это как минимум, спасательный жилет яркого цвета, который даже если вы оказались в воде, он вас поддержит на поверхности, и у вас больше шансов на то, что вы останетесь живой и здоровой. Важная составляющая часть мероприятия – информирование населения о мерах безопасного поведения на льду. Такие акции будут проводиться на протяжении всего зимнего периода. Представители АСВОД и БРСМ не устают повторять, чтобы зимняя сказка не обернулась в трагедии, нужно всего лишь не выходить на хрупкий такой обманчивый лед и учить этому детей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok